Дело готово, психика готова, то проблем-то никаких нет. Но лучше, что, короче, удары, да? Они, короче, будут сами полноуполненнее, ну, эффективнее, что ли, меньше контакта, лучше все это происходит. Слышит страх, слышит, 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 как постановится. А что тянуть-то, да? Какие ощущения? Остановился, а потом все ушло к землю и подняться. Двинуться я думаю, сейчас встану, потому что сначала ощущение было, остановился от кручения. И хотел встать уже, и все, как-то, и ушло. То есть сила ушла? Ушла, да. То есть помните, удары, которые силу забирают. Некогда будет с человеком возиться. Долго, да? Не верится. Даже глаза не двигаются. Какого не было. То есть глаза даже не могут двинуться. Я все время глазами двигал хотя бы до этого. Сила уходит, да? А на самом деле от Васильевича такое тепло идет, что хочется из него это все забрать. А он даешь. Напали, ну, ты это там, и посмотри, как она получается. Ваня, стой, стой, стой. Встать и все. Да. Минимум движений. Вот так подчаянием. Проблема в том, что удары не так видно. Почему? Плечи не напрягаются, и очень плохо видно. Ну, надо, конечно, дышать правильно. Потому что, если вы дышать не умеете, быстро уходит сознание, и человек перестает видеть и слышать. Сначала слух уходит, а потом и зрение. Ну, как ни странно, легче еще под удар подставиться. Потому что без удара постоянно какой-то импульс идет, и он забирает силы все. Если дыхания нет, то через секунд, через треть можно просто упасть. Без сил. И поэтому всегда дышите. И помните о том, что дышать нужно. Тогда живые останутся. Есть чуть-чуть. Я в эту игру часто выигрывал, да?